Я не могу найти хороший список. То, о чём я говорил. Вот список гетонов в Украине. Вот наглядно. Портрет. Приведём портрет. Приведены гетов человека. То есть очень много вариантов, которые категории отразить сложно. Допустим, даже если и расположены они все в хронологическом порядке исследования. Допустим, категорию не можно просто ставить метки в каком хронологическом порядке должны идти в категории данные люди. А так вот мы сейчас можем найти категорию гетонов в Украине. И мы посмотрим, какая каша там находится. В этой категории. В этой категории гетонов в Украине. И среди этой каши помимо самих фамилий гетонов находится понятие доказного гетонов. Видите? Вот вынесено. Как его интегрировать в этот список? Это чужеродный элемент для данного списка. И список находится в категории. Да, и список находится в категории. Но это будет внутренняя церковь. Я сейчас просто не могу найти уже за одну структуру, какую находится именно список, где параллельно. Виде таблицы по периодам, параллельно, три столбца, находится в Кремнике. Да, значит, там находится по пути где-то на Угрежной Украине, или Угрежной, или не Угрежной, под Польшей, или Угрежной, под Турцией. Вот сейчас сделаем папа Римский, как говорят. Список Римский кто или как? Да, папа Римский. Папа Римский. И это действительно более наглядная такая вещь, и все зависит от идеи человека. Могу показать еще такой элемент, список, значит, ну, чуть по-коже. Так, тут, к сожалению, нет. Это должен быть там целый на 70 пап. Список, список. Называй уже список Римских пап. Список, да. 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 И есть данные. Да. Да. Список. Римский пап, да. Да, да. Можно стать есть там. Римский пап и антипам. Да, да. Римский пап и антипам. Сейчас открою. Сейчас еще там сделаем. Понимаете? Нажал так? Нажал? Да. Так. Не представляю. Что происходит? Нет. Список. Прям была такая. Прям была большая. У меня просто помогает. У нас идут поиски, чтобы каждый, кто из выступающих каким-то определенным образом, прошу прощения, коротко режимировался в своем выступлении. Предложение какого-то. Да? Нет пока нельзя. Извините. Я не понимаю. Извините. Он просто обоследует. Так. Мне здесь сколько времени нужно? Потому что желающие… Вы не говорите, пожалуйста. Нет, все желающие. Так. Поговорите. Секундочку, пожалуйста. Вы были первые, да? Быстрее. Да-да, быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу вам о многих артенционных списках сказать. Дмитрий Порфирьев пока… Я хочу сказать, что мне кажется вообще координационные списки – это малоэффективно, потому что я вот только что буквально пересчитывал правила. Если много красных ссылок, да, если нету статьи, нужен вот этот координационный список. Мне кажется, это все равно без надобности, потому что можно сделать обычный нормальный список, можно сделать так, чтобы он был иллюстративен, можно сделать так, чтобы это была вот та самая нормальная таблица, как с римскими папами. Например, я помню, недавно был избран список глав Дровинской губернии. Там практически все ссылки красные. Однако там есть портреты, там есть даты, там есть даже, по-моему, вероисповедания и все, что для этого нужно. То есть, мне кажется, что координационные списки, они в принципе не нужны, если с такой самой нормальной. Координационный список – это как штаб для технического задания. Это задание для работников википедии. Над чем надо работать? Я понимаю, но мне кажется, можно изначально его позиционировать как информационный. Мне кажется, позиционный. Спасибо. Спасибо. Мне бы хотелось этот вопрос обсудить из более общих. Собраны два более общих вопроса. Значит, первый вопрос – нужен ли мне список? Значит, мне кажется, что это гораздо более общий вопрос, который регулярно википедии поднимается, ну, просто сзади. Ну, сзади регулярно, да. Значит, какой подход… То есть, часто я комментирую слышу на уровне «мне нравится» значит, я буду, пусть дал, подтягивать те аргументы, которые обозначают мою позицию. Там начинается и нарушение этики, и не играйте с правилами, и очень много чего. Естественно, это все приводит к конфликтам. Другая сторона тоже начинает втягиваться в эту игру, и тоже начинается вот такое вот противостояние. Значит, какой подход я предлагаю вам думать и обсудить? Первое – мешает ли это кому-то? Реально мешает? Не мне нравится или не нравится? Не я люблю или не люблю, а реально это кому-нибудь мешает? Это первый вопрос, который точно ответит. Второй вопрос. Это кому-нибудь помогает? Пускай это будет 3-5-10 человек, но кому-то это помогает? И если это никому не мешает, и хоть кому-то помогает, значит, для википедии, для свободной энциклопедии, где сталкивается очень много интересов, значит, это разрешено. Там можно дальше тонкую градусу как-то сделать более аккуратно, более красиво, там еще что-то, но это разрешено. Это касается списков, это касается раздела смотри-этажа, это касается еще много-много-много-много вещей, которые регулярно обсуждаются в результате. И вторая вещь, которую я хотел поднять, в общении с этим участником, мне очень понравилось, он мне привел пример, так называемая коннациональная логика. Значит, если из, ну, кто, ну, представляете, да, если из П следует Ку, и Ку приятно, то П истина. Понимаете, да, и дальше начинается игра с правилами, начинается отстаивание своей позиции и так далее. Вот это вот коннациональная логика. Точно так же, если из П-2 следует Ку-2, а Ку-2 неприятно, или не нравится, или не хочу, то П-1 можно. Понимаете, да, и начинаются вот эти вот все вещи. Вот, то есть вот эти вот две вещи, мне кажется, они очень важны, и они снимут просто вот, ну, огромное количество пластов противостояния, которые сейчас существуют в гибели. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Да, да, да. Да, да, да. Отрыть два, вот, два, две. У меня вопрос, вы подойдите, пожалуйста. Мы всегда вместе пока решите, а будем дальше продолжать. Так, готовите, пожалуйста. У меня вопрос. У меня вопрос, потому что главный вопрос, как говорится, как говорится, часть политики, главная проблема, это проблема список известных причин. в том числе, есть большая, большая часть, которые считаются, например, не должны быть списка известных жителей. Вот такой статистик принцип невозможно, невозможно. Есть другая часть, которая считается должными. Вот эта проблема, как она может решаться, например, список известных жителей Москвы, да, возможно, он будет безразмерен. Ну, список известных жителей Москвы, это уже, ну, здесь у него классные, получается. Кому? Они не закрыты с системой, вы настолько понимаете? Может появиться известный человек? Ну, по моменту. Кому? Статья будет известная жизнь. Известная жизнь. Ну, по моменту. Ну, по моменту. Кому? И что? Шестого добыть не можно? Нет. В интернерии встали, до 5. То есть, список соответствующих, как-то, главное, как-то, просто, разумеется в момент коллегии. Скорее всего, да. То есть, потому что, список известных, то есть список. Да, да. Ну, Ну, ты, что, значит, нет. В большей части, в большей части, в большей части, которые считают, что значимость не является, значимость элементов списка не является, не является. Это кто? Нет, не является. Значит, определенно, не является. Да, да. То есть, серия не значимы, список не значимы. Следующий список значим. И оборудование. Так, пожалуйста, Вячеслав. У меня два звучания по поводу предыдущих выступлений буквально. первое замечательное состоит в том, что по поводу интеграции категорий списков, собственно, вопрос, а есть ли смысл? Потому что чем интеграция категории списков, лучше, чем выделение списков в отдельное пространство? Вячеслав. Вячеслав. Вот. Потому что, по сути дела, просто предлагается скрестить два довольно разнородных механизма вместо того, чтобы вы могли слиться. вот. Значит, и второй момент. Второй момент заключается в том, что вот вас списком известных личностей, или там в обсуждении заявки в арбитражный комитет приводился пример списка «Озер Карелии» и тому подобное. Вот эта проблема точки отсечения. На мой взгляд, в чем это от того, в чем отличие от статей, да? Дело в том, что когда мы пишем статью, мы пишем что каждое на каком-то явлении, имеющем отношение к этому объекту статьи, пропорциональна важность этого явления. И этот ряд, он сходящийся. А когда у нас есть бесконечный ряд каких-то объектов, и мы пытаемся его каким-то образом обрезать, вот тут собственно и получается проблема. Так, спасибо. На сколько я секундочку я держу? Спасибо, Юрий, высказаться очень коротко. Смотрите, я хотела вернуться твою мысль, я тебя прошу открыть. Общесоюзные это первая статья. Общесоюзные это всегда провалили. Вы, 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 вы видите, смотрите направо. Это хорошая статья. Значит, Общесоюзные это всегда провалили. Следующий главный, это обшироссийский это избранная статья. на самом деле я вам вообще не скажу это избранная статья избранная статья избранная статья я когда делал мне было самому интересно проверить, так сказать, как будут реагировать люди. Это статья, честно скажу, идентичная совершенно. Рассказываем классификатор, а потом приведем его состав. Да, то есть состав, конечно, можно было бы убрать, если мне было это не очень интересно сделать, поэтому это все как трубочка, так сказать. вот описал целиком классификатор. Поэтому, на мой взгляд, я хотел бы еще раз проявить свою мысль. Вот хороший проект так называемый список 2, когда четкие дефиниции вот этот список у нас картинационный, вот этот список у нас информационный, вот этот список у нас приложение, это глоссарь, и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, может быть еще туча, куча всяких разных дефиниций этих списков. Но, если мы сказали, что список информационный, то требования к нему вам не представляется, как нормальные, обычные статьи. И надо забыть о понятии списка. Нет информационного списка, не существует. Это нормальная, обычная статья. Список, дальше, картинационный, глоссарь, там, приложение. Вот это можно каким-то образом оформлять, продавать, дефинировать и интегрировать в пространство. Но это нужно отдельно об этом думать. Но, вот еще раз хочу сказать, информационного списка нет. Обычная, нормальная, кстати, но очень много зачем-то цифры перенечить. Спасибо. Так, я бы хотел предоставить сначала слово, кто еще не высказывался. Есть ли вопрос? Да, если можно, представьтесь, пожалуйста. что не внести. Я буквально небольшое предъявление, что не все списки можно под одну внести. То есть, все зависит от того, какое это назначение. Например, самое хотя бы вы уже говорили про примеры, очень прекрасно реализована навигация всего при помощи категорий, именно commons. то есть, допустим, я практически не захожу на какие-то обзорные статьи полностью, все происходит с помощью категорий. А есть какие-то элементы, которым не нужно дополнительную информацию, как, допустим, какой-то царь, когда родился, годы жизни, это не нужно. Какие-то определенные коменты, например, список коментов. Это можно действительно реализовать при помощи категорий. А так действительно сложно всех, как Игорь Рожков говорил, можно, можно, в принципе, объединить, но не имеет смысла с того.